Здравствуйте, я приехала из Белоруссии. Моя фамилия Соловьёва, я Тамара Яковлевна. В своё время я когда-то отработала учителем, сейчас я пенсионерка. Приехала я сюда со своими болячками, так скажем. В основном я страдала от того, что у меня было повышенное давление. Но вместе с тем меня беспокоили и такие вопросы, как то, что я ночью поднималась несколько раз. Мне это беспокоило, конечно, но наши местные врачи ничего не находили во мне такого, что это всё естественно, это возрастное, но я приняла это как должное. И ещё одна у меня была причина. Я могла спать только на правой стороне. В результате у меня образовалась вот здесь такая сплошная как бы борозда морщин. У меня были большие морщинки, вот здесь их называют у нас в Белоруссии гусиными лапками. После прохождения я заметила, что у меня расправились морщины, что у меня уменьшилась вот эта вот, так назовём её, может быть, борозёнка или как, в Польше это называется. И что я ещё заметила, что я стала спать спокойно ночью и не подниматься. Если я уснула на спине, что со мной это не происходило уже давным-давно, я могла проснуться от того, что я сплю на спине. Я только к 6 утра могла подняться, извините меня, в туалет. Больше я не поднималась и меня это не беспокоило. Что послужило и как послужило, я не знаю, но что-то послужило мне на пользу. Но я верила в лечение. В результате я прекрасно сплю. Я поднимаюсь только в 7 утра и только тогда иду в туалетную комнату. Вот, кроме всего прочего, давление, хочу сказать, да, у меня стало меньше давления, но ещё оно не исчезло. Александр Валентинович сказал, что это у меня нормализуется через какой-то промежуток времени, но не так сразу. Я тоже в это верю. У меня такого давления дома практически никогда не было. Дома мне врачи внушали, наверное, обратную картину, что гипертония – это уже пожизненно, давление – это пожизненно, и без таблеток я не могу прожить ни одного дня. Здесь я практически очень редко, но всё-таки принимала таблетки. Когда у меня немножко повышалось давление, я эти таблетки принимала, но значительно реже, чем дома. И я теперь убеждена, что действительно это постепенно проходит. Даже то, что я уже могу спать на спине, то, что у меня расправились мои морщины, и я как бы помолодела, и то, что давление у меня становится ниже. Да, ещё я значительно уменьшилась в весе. Если у меня вес был дома 83 кг, то здесь у меня 77 кг. Особых усилий я не проявляла. Но у меня стала меньше потребность пищи. Если дома я могла съесть за обедом хороших два кусочка чёрного хлеба, то здесь он по мне может быть, а может даже и не быть. Я могу с небольшим кусочком хлеба съесть первое, и в значительно меньшем количестве, чем это я употребляла дома. Второго мне даже столько не надо, сколько бы я это... Я знаю, сколько я ела дома. Вот всё это, причём без особого усилия, чтобы я себе отказала. Нет. Просто я не хочу больше. Я съела столько, сколько я хочу. Причём на ночь я могу выпить и в 9 часов вечера чай, и я могу проспать всю ночь, и меня это не беспокоит нисколько. Я не поднимаюсь в туалетную комнату. Вот это очень важно для меня, как, конечно, человека с моим возрастом. Вот. И ещё хочу сказать, что огромная, конечно, благодарность Александру Валентиновичу, я хочу высказать. Вот. Что вселила он всё-таки у меня эту веру. Я ехала, ну, скорее всего, наверное, с оптимизмом. Получится, не получится. Но, как говорят, убежал, не убежал, а побежать можно. Вот. Поэтому результаты у меня налицо. Я думаю, что они будут ещё лучше. И всем я хочу пожелать здоровья, прежде всего, чтобы все стали здоровыми, как и надеемся мы на это. Всего доброго!